Выведем явную формулу для этих двух последовательностей. Сделал это впервые физик в середине 19 века, физик Лорд Рейхи. Я сейчас делаю так. Сразу начну с геометрического простого доказательства. В первый раз за все годы своей работы в этой школе используюсь вот таким прибором. Линейка – преизвольная прямая, абсолютно преизвольная прямая, которая проходит через начало координат и не проходит ни через один русел. Это что такое означает? Угловой коэффициент – это положительное и рациональное число. Так? Все, пишем. У равняется КХ. К – число иррациональное. Я иду вдоль прямой и отмечаю, в каком месте я пересек горизонтальную ось, а в каком месте я пересек ось вертикальную. То есть картинка такая. Если я иду и встречаюсь вот так, пишет В, потом Г. Так, давайте я посмотрю вдоль этой прямой, что у нас получится. У нас получится так. У нас получится вертикаль, горизонталь, вертикаль, дальше опять вертикаль, дальше горизонталь, вертикаль. Вертикаль, 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 вертикаль. Поняли идею? Согласитесь, что это чем-то похоже. Вот это последовательное. Если обозначим Ж, Н, номер Н, буквы Г и буквы В, Н, буквы В, напишите формулу. Явные формулы для... Поймите, на каком месте стоит Н-ая буква В. И на каком месте стоит Н-ая буква Г. На самом деле все очевидно. Это лучшие задачи. На целом, на целом, на целом, на целом части. На целом части с К плюс Н. Это буква В. Какое Н-ая буква В? Это номер точки, где наша прямая пересекает Н. Н-ая вертикальна. Сравненная. Так, вот первая мысль прозвучала, ее надо понять. Мы вертикали пересекаем не в хаотическом порядке, а по очереди и на самом деле мы пересечем рано или поздно все это понятно вот здесь есть первый вертикаль пересекли потом второй вертикаль пересекли третий вертикаль понятно соответственно энное пересечение вертикали это не какая-то абстрактная штука а это пересечение вертикали которая задана формулу x равно n где это натуральное число вот эта точка пересечения соответственно это н вв пересечении это н вв с чего это не единичная клетка да это квадрат н на н да и здесь вот по горизонтали тоже может быть до клинии да согласен здесь это по определению углового коэффициента да сколько раз это прямая пересечет горизонтальную линию в этот момент целая часть к н а вертикальная линия в этот момент ну вот это будет энное пересечение вертикальной линии естественно н буква в будет стоять вот на таком месте конечно н буква в нет стоп и спешите ответ ну вот это нет б н у меня там уже готовы да ну а здесь будет н делить на к соответственно здесь будет ответ на целая часть с н к к плюс н к так что вертикали пересечет целая часть н делить на к штук да согласен но горизонтали вот это н на счет коржен это б с ланей на выступление вообще рассказали правду это мы считаем здесь количество точек пересечения с прямыми вертикальными горизонтальными это количество этих точек пересечения с точностью попытайтесь вот на этой клетчатой картинке нарисовать то, что вы сейчас сделали. Возьмите цветной метр и нарисуйте какой-то квадрат. И, может быть, так это станет легче. Понятно, о каком квадрате он нам говорит? Нет, уже счастье, уже счастье. Вот это число, это nk, то, что по произведению углового эффекта. То есть, вот здесь n, то здесь nk. Горизонтальных прямых здесь целая часть из nk, которая... Горизонтальных, кроме прямой y равно нулю. Я не считаю. Мы считаем места, где пересекают. Пересечение с горизонтальным прямыми здесь будет в точности целая часть из nk, в данном случае 2. А количество пересечений с вертикальным прямым будет, ну вот это будет n по счету. Значит, общий користочек пересечения вот такой. Целое число можно замести внутрь. Согласны? Замечательно. Что это будет такое? Это будет n разделить на k плюс n. Целая часть x плюс 1 это целая часть x плюс 1, да? Твори, там плюс n то же самое. Вот. Это будет что такое? Это будет k n плюс n. Хорошо. Продолжение очень простое. Это есть. Это есть, знаете, что такое, ребята? k плюс 1 разделить на k и умножить на n. k плюс 1 разделить на k умножить на n. Здесь что такое? А здесь у нас, господа, k плюс 1 умножить на n. Согласны? Вопрос. Каким свойством обладают эти два числа? Давайте обозначим. Альфа это k плюс 1 разделить на k. Бета это k плюс 1. Ответ. Если вы возьмете единицу деленную на альфа и сложите ее с единицей деленной на бета, то вы получите k разделить на k плюс 1 плюс единицу деленную на k плюс 1. То есть вы получите единицу. Вот. Мы абсолютно готовы к тому, чтобы решать вот эту задачу. Обратите внимание, k это было любое положительное число иррациональное. Значит, если мы с вами сумеем так подобрать число k, что у нас последовательность, которые, вот эти вот две последовательности, будут удовлетворять вот этому закону, то мы с вами найдем явную формулу для этих самых чисел. Все понятно? Осталось придумать такое число k. Так, только, господа, какое, собственно говоря, нам нужно равенство? Что n на член получается как n плюс n, так? Ну, здесь у нас а и b, здесь у нас с вами там b и g, не так важно. Реально, что я сейчас должен написать? Какие уравнения, что я сейчас должен сделать? И, соответственно, откуда у меня k получится? Ответ очень простой. a n на будет получаться как целая часть альфа n, b n на будет получаться как целая часть бета n, где 1 альфа-вая плюс 1 бета-вая, это что? Это единица. Так, ну, одного уравнения недостаточно, чтобы найти альфа и бета. Какое еще есть? Что еще написать? Совершенно верно. Смотрите, господа, целая часть бета n, а это n плюс целая часть альфа n. Понятно? n вносится в целую часть, получается у нас что? Получается целая часть альфа плюс 1 умножить на n. Чтобы это выполнялось для любого n, надо, чтобы бета равнялась альфа плюс 1. Согласны? Чтобы это равнянство выполнялось для любого числа. Ну, почему они не могут быть очень близки? Потому что, скажем, представьте себе, что они там на одну миллионную близки. Ну, замечательно. Умножим на миллиард, и эта близость на одну миллионную превратится в то, что они на тысячу, понимаете, да? Отделены друг от друга. То есть умножение на достаточно большое число n, если бы числа альфа, не альфа плюс 1 и бета отличались бы, то мы бы сделали это отличие очевидно. Так? Значит, мы хотим, что... То есть не хотим, а так нужно, чтобы бета равнялась альфа плюс 1. Ой, подожди. Вот честно с вами, я обязательно не буду, правда? Господи, обязательно тоже. У вас есть уравнение, надо просто решить. Надо отступить в вертикали, или все будет хорошо. Слушайте, отказайте вместо, даст тебе, пожалуйста. Альфа, ну нормально. У меня же не видно ничего. Альфа. Альфа. А на самом деле плюс-минус, или что? Да, плюс. 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 Плюс плюс. Потому что альфа положительное число. Спасибо вам. Все хорошо. Что, господа, я поздравляю. Мы с вами выяснили, что золотое сечение имеет самое прямое отношение к нашей задаче. А, н, это есть единица плюс корень из пяти пополам умножить на n. Б, н, это надо еще n прибавить. Это будет 3 плюс корень из пяти пополам умножить на n. Согласитесь, что формула красивая, правда? Нет. Вот.